Добрый день, дорогие мои подписчики, а также гости моего канала. Вот приближается замечательный праздник Пасха. И, конечно, все мы готовимся к ней. Печем пироги, делаем Пасху, красим яйца, приглашаем гостей. И вот сегодня давайте приготовим с вами творожную Пасху. Очень вкусную и очень красивую. Мы обязательно еще красиво украсим. Если вам это интересно, оставайтесь со мной до конца. А мы начинаем готовить с вами творожную Пасху. Итак, мои дорогие, для творожной Пасхи нам понадобится сливочное масло, сметана, сливки, цукаты. Я их замочила в горячей воде кипяченой. Сахар, мускатный орех, имбирь, творог, цедра лимона. Только надо снимать желтую часть. Белую часть не затрагивайте, потому что иначе будет горчить. Потом я еще порезала курагу. Курагу я не замачивала в горячей воде, потому что она у меня и так совсем как мягкая очень, как влажная такая, я не стала ее замачивать. Также понадобится ванилин, соль и 4 желтка. Весь рецепт будет под видео. Итак, взбиваем наши желтки и постепенно добавляем сахар. Теперь добавляем по пол чайной ложки мускатного ореха, имбиря и ванильного сахара. Добавляем охлажденные сливки. И взбиваем несколько минут еще. Добавляем щепотку соли и цитру одного лимона. Можно апельсины, что вам больше нравится. Увеличиваем скорость и взбиваем еще несколько минут. Теперь эту яичную смесь ставим на водяную баню. Я переливаю в стеклянную мисочку и ставлю на водяную баню. И где-то подержим, когда она нагреется, минут 5. Но не даем ей закипеть. Смесь должна немножко схватиться, но она не будет сильно густая. Она все равно будет жидкая, но чуть погуще. И немножечко поменяет цвет. Такая как бы бежевая будет чуть-чуть. Ну вот, я нашу яичную массу уже сняла с водяной бани. И даем ей остыть. А мы сейчас займемся с вами творогом. Пока мы будем заниматься творогом, наша яичная масса остынет. У меня 5% творог. Его надо хорошо перетереть через сито. Я его перетираю погружным блендером. Но вы перетирайте, чем вам удобнее. Должна получиться однородная кремовая масса, чтобы не чувствовались эти творожные крупинки. Иначе, если вы их не перетрете, они будут в пасхе чувствоваться. После того, как перетерли творог, добавляем в творог сметану и сливочное масло. И опять продолжаем его взбивать несколько минут. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Лучше всего на ночь его выложить из холодильника. Но я забыла это сделать. И мне пришлось растопить масло в микроволновке. И я немножечко его перетопила. Оно слишком жидкое у меня получилось. Продолжаем взбивать наш творог. Ну вот такая масса у нас получилась однородная, как крем. Очень такая красивая, приятная и очень-очень вкусная. Теперь добавляем нашу яичную смесь, которую мы грели на водяной бане. И опять все это хорошо перемешиваем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! У меня немножко получилось жидковато творожное масло. Потому что у меня не хватило творога до килограмма. И я забыла убрать количество жидкости. Но это ничего страшного. Когда мы поставим под пресс все это, лишняя жидкость все равно уйдет. Сейчас возьмем венчик и опять все хорошенечко перемешаем. Ой, какой запах стоит, какой вкусный от этой цедры лимона, ванилина. Вообще просто обалденный запах стоит. Я уже сейчас ее такую взяла бы и съела бы. Очень вкусная. Рецепт этой пасхи я нашла в интернете. Я и сама сегодня делаю ее первый раз. Вот мне интересно, что получится, какая она будет на вкус. Не, ну на вкус она уже вкусная. Потому что я уже ее попробовала. Даже такую вот жиденькую. Она уже вкусненькая. Она когда застынет, наверное, вообще будет классная. Теперь, когда наш творог хорошо все перемешали, добавляем цукаты, которые мы уже высушили. И добавляем курагу, которую я уже нарезала. Вы по желанию также можете добавить изюм, можете добавить орехи. Но я немножко не люблю сочетание творога и орехов. Мне кажется, орехи слишком грубоваты для этой массы. Потому что творожная масса получается, она такая нежная. И мне кажется, что сюда и продукты надо добавлять такие более нежные. Вот у меня есть такая специальная формочка для пасхи. Покупала я ее в магазине. Но жалею, что не купила две. Потому что одна мне маловато. Я взяла марлю, сложенную вдвое. И будем сюда выкладывать нашу смесь творожную. А потом сверху поставим тарелочку и гнет. В качестве гнета я буду использовать банку с вареньем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Сверху марли закрываем нашу пасху, потом ставим тарелочку и гнет. Ну вот, уже видно, что потихонечку начала выходить жидкость в нашей пасхе. Теперь ставим нашу пасху в холодильник на ночь или на сутки. Остальную пасху я положу вот в такое ситечко. Тоже накроем марлечкой и сделаю все те же самые манипуляции, что и с той формочкой. Субтитры сделал DimaTorzok Я решила вместо сита использовать цветочный горшок с такими дырочками, потому что сит оказался слишком широким и получался такой, как пирог. А вот это как раз в самый раз будет цветочный горшочек с такими дырками. Я уже приготовила вот такие вот украшения из мастики. Я их сделала заранее и подсушила. Как я делаю мастику и украшения, я сниму потом отдельное видео про это. Ну вот, прошла ночь. Посмотрим, что получилось из нашей пасочки. Спасибо. 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 Снимаем аккуратно марлю. А теперь украшаем. Продолжаем нашу пасочку. Спасибо. 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 Дорогие друзья. Вот такая у нас творожная пасха получилась к нашему замечательному празднику. Желаю всем светлой пасхи, хорошего настроения, будьте счастливы и здоровы. А я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в следующем видео. До свидания. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...